Веселые прогулки, вкусные запеканки, тихий час, детский сад, оплот беззаботного детства. Казалось бы, но нет. По современным образовательным стандартам, развивать дошколят нужно аж по пяти направлениям. Речевому, физическому, познавательному, социально-коммуникативному и художественно-эстетическому. Занятия, аналоги уроков, проходят в каждом садике. Гениев, миллионеров и первооткрывателей нужно учить с ползунков. Те учреждения, у кого есть дополнительные помещения, дополнительные специалисты, может быть какая-то база, музеи, спортивные площадки особенные, дополнительные помещения, изо-студии, они одно из направлений развивают более широко, более ярко. В детском саду номер один учат, конечно, не информатики, а пока только компьютерной грамоте. Знакомиться с современными гаджетами начинают ребята средней группы, 4-5 лет. Занятия проходят дважды в неделю. Сначала педагог рассказывает, как правильно держать в руках мышку, как передвигать объекты по экрану. Ученики еще не умеют читать, но это и не нужно. Дошколята мыслят образами и прекрасно понимают значки и иконки. Моя задача дать детям понять, что компьютер это не только средство, через которое они получают, например, удовольствие, играя в какие-то игры. Компьютер это средство для образования, для расширения своего какого-то кругозора, для того, чтобы развить свои психические процессы, подготовиться к школе. Компьютерам нужно пользоваться по-умному, рассказывает воспитатель. Детей она учит правильно сидеть перед монитором, чтобы не было вреда для осанки. Перед включенным экраном по технике безопасности нужно находиться не более 10 минут, чтобы глаза не перенапрягались. Малыши в основном рисуют. Дети постарше работают с программами развития интеллекта и учатся создавать анимации. Нас учат рисовать, играть, смотреть мультики, как я сейчас делаю. Как ты думаешь, зачем тебе нужно уметь пользоваться компьютером? Затем, чтобы я выросла умной, как я буду работать на компьютерах, если я не умею. Несколько лет назад руководители сада сомневались, что сделать в свободном помещении, комнату психологической разгрузки или компьютерный класс. Выбрали последний и не пожалели ни разу. Особенность информационно-коммуникационных технологий состоит в том, что они не могут стоять на месте. Они постоянно развиваются, постоянно видоизменяются. Поэтому педагог, конечно же, должен не только успевать за ними, но и немножечко опережать данные технологии. Конечно же, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Впереди освоение очень перспективного направления, на наш взгляд, это робототехники. В детском саду номер 10 другая фишка – музей ПДД и целая развивающая программа безопасности на дороге. Красный означает? Что? Движение запрещено, желтый. Приготовлено. 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 А зимой? Ехать. Для малышей педагоги проводят уроки и игры, создают творческие площадки. В течение года конкурсы агитбригад – викторины на знания правил движения. Это старшая группа. Ребята учатся ПДД уже три года. Так сказать, продвинутый уровень. Переходить надо на зеленый свет. Если какая-то важная машина едет, то стоять надо на зеленый. Если говорят зеленый пешеходу, а какая-то важная машина в то время едет. Правила дорожного нужны для того, чтобы переходить дорогу, а не ходить на одном тротуаре. Несколько лет назад садик стал стажировочной площадкой городского ГИБДД. Практические навыки отрабатывают в интерактивной зоне. Таких в городе по пальцам пересчитать. Мы очень гордимся тем, что у нас есть вот такой натуральный автогородок, который психологически, я думаю, готовит детей, адаптирует их к новым реальным условиям. Сейчас все дети в основном ездят на автотранспорте, на машинах. И вот такую реальную ситуацию из жизни, вот такой настоящий перекресток, им, конечно, в реальности сложно бывает увидеть, услышать все звуковые сигналы. А вот здесь они на практике это могут сделать. Чтобы ребенок вырос творческим, коммуникативным и так далее по пяти направлениям, заниматься с ним нужно не только в садике, отмечают педагоги. Поэтому работу по образовательным стандартам проводят и с родителями. Воспитывать маленьких граждан нужно 24 часа в сутки, без перерывов и выходных.